МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понимаешь? Бумажная. Давай про бумажную электронную поспорим чуть-чуть попозже. Друзья, и вы будьте готовы. Тоже бунтарь. Так. Ну что же, значит, про Пупси, Райот, наверное, чуть позже. А сейчас давайте про, как называется? Про первоисточник, да. Про Пупси, Райот. Причем мы не будем переводить, оцените нашу интеллигентность, не будем переводить значение слова пуси, но, в принципе, это бунт. Вот, в целом. Райот, скорее, бунт. А я сказал? Ты сказал Пуси, бунт. В целом, я говорю, это бунт. Сначала, чтобы было понятно. Пуси, Райот, это такая панк, ну, даже не знаю, насколько уместно говорить, что это панк-группа. Я думаю, все знают. Я знаю, кто такие Пуси, Райот, я думаю, знают все, но, по крайней мере, от наших зрителей я только такого, собственно, и жду. Все знают, как девиз, которые выступили в Храме Христа Спасителя. А, в принципе, это, так сказать, это некая панк-такая структура, панк-концепт, объединяющий какое-то там количество народа, не этих четырех девушек, их там довольно много. Ну, протестного направленности. Ну, как положено, панку. Ну вот, значит, самое последнее, самое, так сказать, яркое, то, что буквально всколыхнуло общественность, это выступление Пуси Райот в Храме Христа Спасителя. А, собственно, надо вместе. С этой самой, с песней. С песней явно анти... Чего тебе так нравится? Мне считается, все фотографии всех Пуси. Вот это одна Пуси. Вот они все вместе. Учитывая, что они феминисты, не называй их Пуси. Называй их Пуси Райот. Официальным названием. И вот, собственно, странно для феминисток так ярко выпячивать отличительные особенности женщин, мне кажется. Но феминизация... Почему? Бунт Вагин. Нормально, абсолютно феминистский, так сказать, посыл. Вагин. Я думал, он Вагин, ты сказал, хотел прям возмутиться. Для них это одно и то же. Так вот, подожди, давайте сюжет. А то мы опять вот, мы растекаемся мысью по древу. Кстати, знаешь, что такое мысь? Белка. Белка. И была версия, что это именно она растекалась по древу, а не мысль, как многие считают. Итак, в Храме Кососпасителя. Девушки, там четыре, по-моему, штуки, из Пуси Райот. Сядь, я на место, пожалуйста. Хорошо, я просто доску украшу. Выступили в Храме Кососпасителя. Спели песню. Спели песню антиправительственного против властей. Более того, апеллировали они к Богородице, чтобы та избавила как бы нас, русский народ, или их, от этих самых властей. Опостылевших. Ты зачем перескажешь? Все известно абсолютно. Многим, кому-то неизвестно. Или думаешь, всем известно? Я думаю, что всем известно, просто это противостояние начинает принимать уже какие-то... Это раскололо общество буквально. Да, опять, в очередной раз. Даже по нашим экирам... Раскололотое общество в очередной раз раскололотое... Абсолютно. Так вот, мы помним, даже у нас на Вестях ФМ в утре какие звонки. И люди не просто звонят, так сказать, выразить свое отношение к этому громкому, яркому акту. Нет, люди звонят исполненной ненависти. Причем, как с одной стороны, которая говорит, господи, чего вы несчастных девчонок, козлы, уроды, так сказать, держи морды, пытаетесь, значит, в кутузку на 7 лет. Параллельно, это вот новость вчера, у меня сейчас, правда, изменилась ситуация, но тем не менее, параллельно менты подлые, которые, значит, человека убили, бутылки из-под шампанского, не будут там живописать подробности, да, их отпустили под подписку. Ну что, они же, честно... Ну, не, закрыли уже. Нет, сначала отпустили, потом закрыли. Я говорю информацию прошлого дня. Сейчас уже закрыли. А, сейчас уже закрыли. Сейчас уже закрыли, слава богу. Слава богу. Вот. И вторая сторона говорит, слушайте, значит, гадить в душу людям и отделываться за это, а, тысяча рублей, а, можно я еще погажу? Ну, куда деваться, да? Многие считают, что это неправильно. Нам надо это обсудить, ребята. Нет, надо обсудить вот что. Ну, правда, дело громкое и такое, уже не первое, такое и сильно пакнущее, а, во-первых, потому что не первое свежество, а, во-вторых, страсти кипят, и уже обе стороны, сегодня просто показывали трансляцию, ну, я думаю, тоже многие видели трансляцию у здания горсуда, когда, значит, поддержать девушек вышла там группа лиц и там, и кто-то из числа хоругвеносцев, ну, и просто страдающих. В православии. В православии. И когда там, знаешь, хоругвеносец, ну, человек, называющий себя мужчиной, ударил девушку в ответ лицом, он тоже так, ну... В ответ лицом? Лицом. А девушка первую ударила? Да. Ну, она его оттолкнула, он прям так, знаешь, прям, ой. И вот, игорь, с одной стороны, странные люди, и с другой. Просто фишка в чем? Сегодня было признано законом содержание девушек под стражей, содержание продлили, собственно, это и вызвало в очередной раз... Нет, девушкам вообще так светит в максимальном выражении 7 лет. Ну, светит, нет, максимально. Если мы берем эту статью... Спекуляция такая серьезная. Нет, если берем эту статью, то, формально говоря, 7 лет вполне себе, теоретически, может, понять, что вряд ли это будет, понятно, что, наверное, они отделаются условным сроком, но сейчас они, тем не менее, закрыты, и со сроком... Я считаю, что наша миссия сейчас, ну, во-первых, выразить, так сказать, просто для себя, нам между собой, как друзьям, друг другу понять, за кого мы, мы с какой стороны, кто из нас хоругвеносец, а кто, так сказать, как называется, хоругвитоптун. Вот, это раз. А во-вторых, все-таки, наша задача, в высоком смысле слова, хотя бы вот этот вот, этот раскол, ну, не то, чтобы ликвидировать, вряд ли мы сможем в этой, в нашей комнатушке, ну, попытаться сгладить его, ну, потому что, конечно, это жуть совершенше. Сгладить? Ну да? С какой стати-то? А, понимаю, понимаю. Не, а с какой стати мы должны сглаживать этот конфликт? Если какие-то обдолбанные синтетикой девки выбегают в церковь и начинают устраивать там беспредел, с какой стати мы должны сглаживать? А что такое беспредел? Беспредел? Вот об этом-то как раз мы собираемся поговорить, потому что им, как они говорят, шьют хулиганку. Леш, хорошо, а твоя точка зрения? Моя точка зрения, наказать надо, наказать причем показательно так, чтобы, ну, не создалось ни у кого в этой стране впечатление о том, что можно, значит, там, ну, в храм ли, в синагогу, ли, в мечеть ли, выбежать, устроить какой-то цирк и какого-то надо? А? Почему нельзя? Ну, потому что, как ты правильно выразился, оскорбляет чувства верующих. Ну, правда. Ты можешь как угодно относиться, не знаю, к структуре РПЦ, к организации, там, прочим-прочим-прочим, но есть люди, которые в этот храм приходят, есть люди, для которых храм является сакральным местом, и таких в этой стране очень-очень много, вот, как минимум, их оскорблять не нужно. Поэтому, ну, 7 лет, да даже год, ну, вот любое неусловное наказание, реальный срок, на мой счет, это такой некий серьезный перебор, но вот каких-то, значит, ну, вот если бы я, вот, судил бы, даже не зная уголовных норм всех, а просто вот по... Вот чтобы я посчитал бы достаточным наказанием за это преступление, за это деяние. За это глупость. Да, на суде приговорить 15 суток, сутком из зала суда освободить, потому что девушки в тюрьме находятся уже в сопоставимое время. Вот и все. Ну, просто, ну, правда... А ты, Илья? Я считаю, что они, как я сказал, обдолбаны синтетикой дуры, да? Ну, они что себе на голову натянули какие-то дешевые синтетические тряпки? Вот они и обдолбались ей. Я думаю, что 15 суток это очень мало. Я бы годик от трик поел. Слушай, ну, подожди. Ну, вот, они же, наверное, ваши ровесницы. Нет, они старше нас. А хотя, может быть, у них там у одной четырехлетней ребенок, наверное, да, они где-то, мне кажется, это актом реальной смелости, реальной гражданской позиции и реально, и реально, так сказать, талантливой и острой. Это не талантливый и острый, во-первых. А во-вторых, если бы был акт реальной смелости, они бы чувствовали себя революционерками, они должны были бы встать на суде и сказать, да, это сделали мы, потому что мы против власти. И дальше декларировать свои суждения. Это слабое место их позиции. А что они сделали? Они сказали, это не мы. Нет, во-первых, там вообще вся концепция. Пусирает того, что это не некий набор людей, как там в группе война, в арт-группе война, а это вот некий концепт, представленный, значит, широкой общественности. И любой, кто поддерживает, разделяя, там, наши ли, там, не знаю, идеалы, стремления и воззвания, либо там схожие, может натянуть на себя вот там узнаваемую шапку и идти, соответственно, творить свои вот эти вот акции и дела. Я вспомнил, знаете, что у меня... Такой обезличенный протест. Ну, правда, поэтому это... Да, нет, революционного в этом нет ничего. Такое же отношение к ним, как к Пусирает. Нет, ну, группа «Анонимус», по крайней мере, делает совершенно конкретные, так сказать, прагматические дела. Ну, злого говоря, вскрыть сайт Люсганзы какой-нибудь и обрушить его. Это дело. Вот. И попадет, что они в масках. Подожди, ну, мы сейчас про другое говорим. Я говорю, я обожал раньше, сейчас я ее видел на фотографиях и немножечко остыл, обожал Шинейду Коннор. Помните такую ирландскую певицу фантастического таланта и невероятной божественной красоты. Она лысая, да? Да, да, да. Бритая наглая. И вот я помню, что ее там и отлучили от церкви, и прокляли все вообще верующие. В 90-е годы она пришла на какое-то шоу британское с портретом Папы Римского и говорит, типа, шо вы фуфлом тут занимаетесь? Вот наш главный враг. И выкинула. И я подумал, блин. А да, и все ополчились. Там тоже были пикеты. Раз, пнуть. Раз, пять. Ну, и так далее. И я подумал, какая смелая, какая клевая, и какая она, блин, ну, вот девка. Потому что не побоялась. Потому что пошла наперекор всем этим мракобесам несчастным. Она смелая, она клевая, она талантливая, черт возьми. И она своим талантом как бы компенсировала ту, 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 возможно, действительно, травму душевную, которую она нанесла кому-то. Я подумал, блин, она может себе, она, она может. Вот. Удивительно, я просто, чтобы личный опыт сейчас. Удивительно то, что с годами, мне казалось бы, должен был поступок ее быть все менее и менее близок. Я должен был понимать, что действительно, мудреть, и понимать, что это многих оскорбляет. Что люди входят в храм, и для них это святое место, действительно. Когда какие-то сучки воск... Я сказал это слово? Не, я это подумал. Извините, ради бога. Ну, пусть их, пусть их. С точки зрения тех, кто в храме, да, выскакивают там и выступают, это оскорбительно. А знаешь, почему оскорбительно? Но я не могу в себе... Я говорю, я с вами делюсь как с друзьями, личным и искренним ощущением. Я не могу в себе вот... Умом я понимаю, что это дико неправильно. Я сам хожу в храм, простите. Но что-то... Ну, вот такого реального чувства... А, то есть тебя не зацепило? Реальной ненависти я не испытываю. Это меня пугает. А, ненависти, потому что ты настоящий верующий. Потому что верующий не должен испытывать ненависть. Он должен прощать этих вот немножечко неумных девочек. Вот реальный узлат. Здесь небольшая разница. Знаешь в чем? Если совершенно это у Коннор рвет это у себя на концерте... Нет, это в ток-шоу было. Ну, или в ток-шоу. Ну, где-то у себя там дома. То есть здесь люди приходят как раз в храм. То есть они приходят в чужой дом. И в чужом доме гадят. Вот это проблема. Давайте чуть-чуть, да, а потом туда. Может быть, с другой стороны, повторяю. Вот умом-то я понимаю, что это абсолютная мерзость. Ну, реально абсолютная мерзость. Поэтому есть универсальная формула Шурика. Помните? Как пройти к библиотеке? Да нет. Когда он этого дядьку толстого завернул в обои. Он говорит, что бить будете. Это же не наш метод. Где-то там высеку. Ты знаешь? Ну, есть абсолютно там юридическая квалификация этого дела. Но когда обсуждают вот этот вопрос и методы наказания. То, что наказать надо каким-то образом отреагировать. Власти и общественности все понимают. Очень часто в последние дни всплывает жалость по поводу того, что нет у нас физических наказаний. Ну, потому что где-то это сопоставимые вещи. Шариат? Христианский шариат спасет нас? Ну, правда. Из разных источников, абсолютно. Но у тебя там эмоции, у меня эмоции. У тебя, может быть, не свойственные для тебя, но тоже эмоции. Но есть абсолютно четкая какая-то, не знаю, юридическая подоплека. Да, квалифицировать это как хулиганство или как, не знаю, разжигание. Вопрос квалификации, абсолютно. И абсолютно юридическая процедура должна быть. Поэтому все эти вот наши разговоры, они... Ну, давайте позовем специалиста. Все, давайте сейчас объявим, да? Да, конечно. Так, у нас Виктория Алексеевна Бурковская, она адвокат, и нам поможет, так сказать, квалифицировать. Потому что вопрос действительно в трактовках. Ты говоришь, это типичная хулиганка, а за хулиганку у нас... Ты говоришь, какая-то хулиганка, вы что, дураки, что ли? Это тысяча рублей штрафа за оскорбление, типа, общественной, как там... Ну, зарушение общественного порядка. Да, зарушение общественного порядка. Я, кстати, читал в каком-то блоге, вот у одного из защитников этих девочек, они сказали, чем храм Христа Спасителя отличается от моего подъезда. Почему они в подъезде это делают, и с них берут штраф в тысячу рублей, а если они делают это в храме Христа Спасителя, то им уже светит 7 лет. Вот об этом мы сейчас поговорим. Виктория, прошу вас. Здравствуйте. Вот сразу, сходу, ответь нам на вопрос. Формально, юридически, храм, любой храм, не обязательно. Храм отличается от подъезда? Юридически и формально? Ну, конечно, да. Конечно, он отличается, прежде всего, потому что совершение каких-либо действий, неприличных действий в храме, это прежде всего оскорбление религиозных чувств верующих. Это прописано где-то? Это не прописано. То есть, формально говоря... Это прописано в качестве квалифицирующего признака в Уголовном кодексе Российской Федерации. Что-то типа отягчающих обстоятельств. Закон, да. Закон исходит из того принципа, что есть просто хулиганка, а есть хулиганские действия, которые совершены с какими-то определенными целями и по определенным мотивам. И вот если они совершены по определенным мотивам, в частности, по мотиву разжигания религиозной, расовой и национальной вражды, то тогда место имеет значение. Очень сложно разжигать религиозную и национальную вражду, вот тем способом, как сделали девушки, о которых вы говорили, в подъезде, а именно то, что был выбран храм. Этот мотив, который субъективная сторона, который нельзя пощупать, ну как его пощупать, да, это наше побуждение, они выразились в какой-то степени возможное. Мы не можем предварять выводы следствия в том месте, в котором они избрали. Ну вот смотрите, они же в храм пришли не для того, чтобы оскорблять верующих, они пришли в храм для того, чтобы оскорблять власть. То есть, ну как бы, если вульгарным языком говорить, на верующих они не наезжали. Они просто в этом месте устроили... Илюш, выступление в этом месте, это и есть наезд на верующих. А во-вторых, помнишь, мы с тобой обсуждали, извините, пожалуйста, Виктория, за это слово, ну просто такой термин. Помнишь, мы с тобой обсуждали сиськи как трибуна, как мегафон, да, в современном мире? Так вот, они тоже стали размышлять, какая же трибуна будет самая высокая, какой мегафон будет самый громкий, и поняли, что даже сиськи группы Фемен на второй план отходят, как если они выступят действительно во время службы в храме Христа Спасителя. Это трибуна, это мегафон, это позиция, это декларация, это манифест, это манифест, это абсолютный манифест. Нет, ну понятное дело. Ну, ведь вы понимаете, что когда вы входите в храм, да, то есть, ну, для нас, там, может быть, не для всех очень верующих людей, во многих храмах даже вся табличка, там, не шумейте, не шумейте, делать замечания детям. Да, то есть, устав. Да, делать замечания детям, там, если у вас маленькие дети бегут, говорят, вы, пожалуйста, успокойте детей, вы находитесь в храме. То есть, понимаете, это понимание, что недопустимо делать в храме, конечно, девушками в этом возрасте совершенно осознавалось. Поэтому не случайно выбрано такое место. Мне кажется, я позволю себе немножко забежать вперед, вот такое возмущение и с той стороны, и с другой стороны по поводу наказания, а сейчас меры пресечения в отношении девушек обусловлены тем, что, к сожалению, у нас, у общества, нет понимания строгости закона. Мы все как бы думаем, что закон тут может применяться, а тут может не применяться. Резин. Да, и видим... То применяется, то не применяется. Да, и видим, совершенно, я с вами согласна, и видим массу примеров того, что вот какое-то страшное преступление, произошло, а человек почему-то находится под подпиской о невыезде. Далеко ходить не надо, милиционеры, убившие человека. Вчера только их, так сказать, все-таки закрыли, но очень долго они были под подпиской, да. Вот, и вот именно, понимаете, вот это ощущение того, что тут применяется, тут не принимается, в ситуации, когда закон применили, вызывают у значительной части общества, а что они такого сделали, зачем такая строгость? Вопрос, что они такого сделали, ну, хотя бы с последних примеров, почему так опасно затрагивать религиозную проблематику, оскорблять религиозные чувства, что-либо сделать в религиозных местах. Давайте вспомним Салмана Ружди, который написал свое замечательное произведение, до сих пор находится под охраной британских властей, уже много лет. Потому что ему, по-моему, приговорен к смерти. Да, приговорен к смерти. Последние события, совершенно недавние. Все помнят те волнения в исламском мире, которые произошли после карикатуры на пророка Мухаммеда. Казалось бы, ну, карикатура, ну, тут-то там не в мечеть же зашли. Где ваш юмор? Где ваше... Более того, у нас даже был в Волгограде, если я не ошибаюсь, был приговор, когда российские газеты попытались опубликовать подобные. Вспомним недавние совершенно события в Афганистане, когда на военной базе были сожжены несколько Коранов. И каким тяжким последствиям в мусульманском мире это привело. То есть несколько военнослужащих были убиты, начались колоссальные волнения, президенту извинялся. То есть религиозная проблематика, к сожалению, она очень сензитивна всегда в обществе. Извините, я вас перебью, может быть, вы к чему-то ушли, но тогда здесь ближе не та статья, которая инкриминирует хулиганство. Скорее, это уже экстремизм тогда получается, потому что они оскорбляют какое-то сообщество людей. Дело в том, что им инкриминируют хулиганство, но это такая специфическая особенность нашего правотворчества, может быть, не очень правильная. Но у нас, я просто специально принесла уголовный кодекс, чтобы не ошибиться, у нас хулиганство теперь есть и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды. То, что вы говорите о специальной статье за экстремизм, у нас специальной статьи про экстремизм нет, у нас есть статья, раньше была 282-я, возбуждение религиозной ненависти и вражды. То есть, получается, они убрали это просто в мотив, вот при хулиганстве. На самом деле ни та, ни другая квалификация не очень удачна. В Российской Федерации, к сожалению, нет, статьи не было и не ввели, а в ряде стран она существует специально. Это оскорбление религиозных чувств верующих. Поскольку, по большому счету, то, что имело в виду сейчас... Вот, вот, извините, стоп, скажите мне, как адвокат, вот вы на процессе присутствует, даже нет, при чем процесс, просто вы эквалифицировали бы выступление девушек как оскорбление религиозных чувств? Вот сейчас бы да, но у нас нет такой статьи. Не важно, вот вы из собственной практики исходя, эквалифицировали бы. Нет, вот, надо понимать, что квалификация – это юридическая оценка. То есть мы не можем квалифицировать как оскорбление чувств верующих. Хорошо, а как бы вы, исходя из реалии текущего кодекса, квалифицировали бы деяния? Вот из реалии текущего кодекса, как ни парадоксально, самые неправильные, самые правильные, самые менее неправильные, вот я бы так сказала... Наименее неправильные. Наименее неправильные. Отвечаясь реалией. Да, будет квалификация, как она сделана, по 213 статье за хулиганство, часть 2. А вот еще раз, ну вот просто для девушек в плане, не знаю, возможного наказания, что предпочтительно, вот это вот 282 или, собственно, ну вот... А это уже нет такой статьи, да, ведь? Да, 282 нет. Или нет? Нет, 282 есть. И хулиганство, вот в плане перспектив наказания, Что более подчтительное? Да, я понимаю. Из 15 лет, а тут и 7 максимум. За что дадут больше? Ну, чтобы опять-таки, так сказать, не вводить в заблуждение, мы сейчас можем просто проверить, за что дадут больше, вот, поскольку, значит, здесь дадут чуть... Так, здесь могут дать по 282 чуть меньше 5 лет лишения свободы. А как она сейчас называется 282? Возбуждение религиозной ненависти и вражды. А нижняя граница в этой статье, самая мягкая? Сейчас посмотрим. Ну просто, ну... Да дело здесь не в этом, на самом деле. Здесь ведь основной момент какой? Не допустить повторения подобных действий. Девушки занимают позицию целенаправленного социального поведения, производя различные, как им считаются, революционные акции. Вот, поэтому... И часто попадают под административное взыскание. Уже не раз попадали. Да, не раз попадали. Поэтому здесь уже вопрос какой? Как не допустить повторных действий? Я считаю, что если девушки более-менее разумные и ответственные, то условного срока им будет достаточно. Это не тот случай. Потому что они уже, я знаю, пускали и тараканов к суде, который сейчас их судит. И их на лобном месте ловили, и они везде... И их нужно сейчас конкретно приседать. Девушки не разумные и не ответственные, я считаю, это можно констатировать смело. Это факт. И я возьму на себя эту смелость. Ровно потому, вот, так сказать, почему их защищают их сторонники. Мол, как вы можете... Там, правда, очень хорошо об этом сказал... Тоже сказал об этом. Сейчас, извините, бывший главный редактор независимый. Третьяков. Третьяков. Третьяков, он хорошо написал, что, послушайте, ребят, вы определитесь, защитники. Значит, то вы их называете девочками, практически подростками, как вы смеете, значит, держи морды их... То вы говорите, они же матери, у них же дети, как вы, значит, трогаете их. И вот я даже выписал специальную цитатку. Быть одновременно и невинными девочками, и матерями, и идиотками слишком много даже для революционеров. Я к тому, что безответственность, она кроется как раз во втором определении, матери. У них дети, они борются с режимом. Окей, ты народоволец? Ну, ты же должен понимать народоволец, что, выходя на, так сказать, на последний страшный бой, что это... Неплохо бы во все чистое одеться. Нет, ну, во все чистое, там, либо взять документы и сухари, либо оставить их дома. Ну, как-то, ну... Нет. А то что за народоволец, значит, шапочки, которого когда арестовывают, он говорит, в общем-то, это не я в целом, и у меня дети дома, отпустите, пожалуйста. Блин. Нет, ну, слушай, мне кажется, эта безответственность простирается ровно до тех пор, пока это, знаешь, не замаячило каким-то реальным, пусть даже условным, сроком. Пока не наступает ответственность. Ну, пока тысяча рублей, ну, что такое тысяча рублей, там, для большинства? Ну, сейчас я и выясню, как это ранжируется. Вот смотрите, у них уже не первый, назовем это, привод, возможно, там, со штрафом. У них это не первая акция. Они это сделали в месте, которое оскорбляет чувства верующих. Соответственно, им уже штрафом денежным, я так понимаю, не отделаться. Вы знаете... По нижней грани не пройти. Даже не им, а вот просто, ну, на примере ваших каких-то реальных дел. Не им, что мы кого обсуждаем? То этих вот шапочных. То есть ситуация здесь укажется таким образом. Раньше Уголовный кодекс РФ предусматривал административную приюзницу. Кстати, приметивно к хулиганству и предусматривал. Суть была такая, что если человек неоднократно в течение какого-то периода времени привлекается к административной ответственности, то следующее, точно такое же действие, приводило к уголовной ответственности. Потом были большие дискуссии в Уголовном кодексе Российской Федерации, в нынешнем. Такого правила нет. Поэтому то, что они неоднократно привлекались к административной Административная ответственность на привлечение к уголовной ответственности прямого влияния не оказывает. Но, как вы правильно отметили, при назначении наказания судья должен учить и учтет характеристику личности. И неоднократные административные взыскания, особенно если о них до сих пор сохранились сведения, будут учтены ими. Поэтому, ведь почему, например, на стране не очень часто штраф назначается? Потому что сейчас окажется, что им этот штраф не из чего платить. Окажется, что они матери, матери-одиночки, живут там на пособе, поэтому штрафуют. Народовольцы, 21 век. Да, это, кстати, парадокс. Почему в России штраф? Почему назначается всегда реальное лишение свободы? Потому что легко и, слава богу, что они не одиночки, а у толок на муж есть, мы знаем об этом. Ну, вот он, понимаете, он то есть. Он пишет заявление, что он так себе муж. Да, а потом оно окажется, что он безработный. Поэтому одна из основных причин, почему, кстати, редко применяется штраф, потому что ему окажется, что не с чего этот штраф взыскивать. И единственное, там, доходы это пособие, нельзя же детей там решить. Можно, лучше без матери оставить. Это очень важно. А у вас вот дети как, как, так сказать, элемент шантажа? А вот суд обязан, понимаете, суд, специфика, что делает бедный судья, да? Вот он все это посмотрел, послушал, на него давят одни сторонники, давят другие сторонники. Судья, конечно, всю жизнь мечтал рассмотреть такое дело, вот, просто у него была мечта, вот, его обвиняют, какое бы он решение ни принял, вот, он виноват и так, или очень мягко, или очень строго, ему не угодить. Он прекрасно все это понимает, одним пристально к нему процессом внимания. И что он должен делать? Вот он оценивает, назначая наказание, есть смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, а также обстоятельства, характеризующие личность. Вот, с одной стороны, в частности, что у них есть дети, это уже, как бы, говорит о том... Характеристики с места работы, которые тоже положительные. Да, характеристики с места работы, сами дети, это тоже обстоятельства, о которых можно говорить против реального лишения свободы, поскольку с кем же... в виде многочисленных приводов ассоциального поведения. Да, и вот судья должен или должна по внутреннему убеждению, как говорит Уголовно-процессуальный кодекс, сравнив одно и сравнив другое, плюс отстрагируясь от давления, которое на него, безусловно, оказывают, принять какое-то решение. И сейчас мы подошли к самому главному. По вашему. Да, вот вы задумайтесь на 5 секунд и скажите просто, предположите, какое наказание ждет девушек из группы Пусси Райан. Это с вашего личного опыта. Это субъективное мнение. Только подумайте. Я подумала. Вы знаете, я не берусь прогнозировать за судью. Вот если бы я была на месте судей, я думаю, это будет более корректная формулировка. Я бы, конечно, назначила условное наказание. Зачем? Условное наказание с достаточно большим сроком. Условное наказание для чего? Для того, чтобы если у девушек возникли... Во-первых, это такое очень жесткое предупреждение о серьезной ответственности. И если вдруг у них возникнет желание повторить, вернуться к своим действиям, у нас всегда будет возможность вернуться к реальному сроку наказания. Потому что мне все-таки, ну, может быть, потому что я женщина, мне все-таки, и зная, как у нас идет правоприменительная практика, мне не хотелось бы сразу применять реальное лишение свободы. А условный срок, это все равно судимость? Конечно. Это прямо, это уже приемот. Да, 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 это все равно судимость. Если ты сад работать невозможно. Да, это все равно судимость. Более того, чем плоха судимость, это клеймо, собственно, и на ваших детей. Потому что детям придется отвечать, даже если судимость будет погашена, снята на вопрос, привлекались ли ваши родители. В анкете привлекались, ты ставишь галочку в графе «да». Да, поэтому это, понимаете, последствия достаточно серьезные, относиться к ним. Более того, условный срок он позволяет, если девушкам очень, если они такие убежденные революционерки, что вполне может быть, если у них такой протест к этому режиму, если они считают себя возможным. Вы понимаете, какой парадокс? Ведь они же не пошли в мечеть, они пошли в православный храм. Многие обратили внимание на их, так сказать, они вроде как юродивые, но вы знаете, на свою 30-ку в день, так сказать, я именно в православный храм. Нет, у них есть концепт, я читал у них много их блог, и у них есть манифест, почему они пошли именно в православный храм, потому что якобы наш патриарх, он, как они говорят, вась-вась с Путиным. То есть церковь выступает как метод пропаганды, не знаю, в поддержку, в поддержку, в действующей власти. Другой стороны, нет, я девушку могу, так сказать, додать маленькую наметочку. Девчонки, есть еще Рамзан Кадыров, тоже в неплохих отношениях. Поезжайте в Грозный, выступите, чего вы? Вот, можно, еще один вопрос, мы поняли примерно, ну, как бы вы квалифицировали, вопрос, вот еще один, и главный вопрос, это тоже некий камень преткновения и конфронтации. Почему девушек содержат под стражей, почему их действительно, и правильно ли это, и делают ли в аналогичных случаях именно так, почему их не отпустить в подписку, а не выездить, и там, ну, подобрать какую-то другую меру пресечения? Как будто бы они очень социально опасны. Вы знаете, здесь, поскольку я не знаю точно материалов дела, здесь могут быть у судьи, и у суда, и у следствия разные мотивы. Например, являются ли эти девушки гражданками Российской Федерации? Есть ли у них постоянное место жительства в Москве? Проживают ли они по этому месту жительства? Если они не гражданки Российской Федерации, не имеют постоянного места жительства в Москве? Я сразу могу прокомментировать, извините, у одной из девушек, не помню точно, какой сегодня, проходил это у нее, там, каким-то, я не знаю почему, каким-то образом есть медицинская страховка канадская. И, так сказать, есть и основания, полагая там, следователь ведущего дела, основания полагать, что девушка возьмет, везет на самолет и исчезнет. И, так сказать, и все, исчезнет ее в Канаде. Вот, в частности, есть такие возможные объяснения. Ведь объяснение ситуации, почему девушек не отпускают из постража. Потому что мы их отпустим из постража, сейчас на Советский Союз, когда участковый всех у себя в районе знал, мы их потом никогда не найдем. Но вы правильно говорите, вообще это очень серьезная проблема для общества, это применение меры пресечения арест. Сейчас очень активно обсуждается, что, возможно, не всегда правильно применяется. И, опять-таки, негативная реакция общества, вот в данном конкретном случае, она и обусловлена тем, что у общества нет понимания, как применяют эту меру. Вот, если бы было понятно в общественном сознании, у значительного, что если нет, то будет это. И так будет всегда. Не потому, что это какой-то исключительный случай, не потому, что это Храм Христоспаситель, не потому, что здесь есть определенная позиция, может быть, религиозная общественность. И некая политизированность, общее дело. Да, а потому, что закон требует этого. Если бы было понимание, и все знали, что все равны относительно перед законом, не было бы такой реакции. Потому что я, опять-таки, возвращаюсь к своей мысли. Ведь парадоксы российской действительности, ну, там, с периодичностью раз в несколько, в пять лет проводится опрос общественного мнения, доверяете ли вы милиции, ну, сейчас в полиции, доверяете, становились ли вы жертвами преступлений. И ведь ужасающие результаты ответов. То есть у нас 55% граждан боятся милицию, да, не доверяют ей еще больше. Ну, там разные калибры. А сейчас уже полицию. Ну да. И все равно проценты есть как-то. И все равно, Виктория, вы скажите свое мнение, насколько, и тут речь не в правомощности, а в справедливости. Потому что большая часть, так сказать, доводов, то есть с другой стороны, на самом деле, они касаются не каких-то неформальных признаков там дела, а справедливости, несправедливости, естественности, противоестественности и так далее, содержания мам, которые, да, выступили с хулиганской выходкой, но, тем не менее, под стражей. Вот вы считаете, это правда в нынешней ситуации? Даже, хотя, кстати, есть еще один аспект, который вы не осуществили, есть же еще аспект их безопасности собственной. Потому что эта история породила совершенно фанатичные же силы, и с другой стороны. Вот эта драка сегодняшняя, это же жуть какая-то. Драка. Люди, мужчина бьет по морде, ну, по лицу, простите, женщину кулаком, потому что вот у них конфтуальное, значит, расхождение. Ведь есть же такой аспект, их просто могут охранять таким образом. Да их же разорвут нафиг на части, думаю я. Безусловно, есть аспект того, что, возможно, им на самом деле безопаснее находиться под арестом. Но, опять-таки, если бы, допустим, у следствия не было оснований полагать, что девушки могут скрыться, они имели, ну, все те признаки, о которых я говорю, наверное, и общество было бы спокойнее, если бы они находились либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Но конкретно в данной ситуации мы не можем оценивать все обстоятельства, поскольку, опять-таки, мы не знаем все материалы дела. Понятно. Поэтому вопрос справедливости и несправедливости, это вопрос всегда очень условный. Подвести итог хочется. Конечно, хочется. Судья подведет. А когда будет введен итог? А это, вы знаете, ну, у нас уголовно-процессуальный кодекс, он устанавливает срок предварительного следствия два месяца, который может потом там достаточно долго продлеваться, поэтому в зависимости от скорости предварительного следствия, может быть, мы уже введем итог. Ваш прогноз, тем не менее. Я думаю, что это дело достаточно быстро закончится. Продлили пока на данный момент до 24 апреля. Да, я думаю, что да. Невозможно их больше пиарить, они уже везде. Да, я думаю, что достаточно быстро. Мне бы хотелось, единственное, сказать, надо стараться соблюдать закон. Это можно золотыми бутылками. Подожди, тогда вы без работы останетесь. Вы уже адвокат, консиленцов. Вы знаете, я еще и доктор наук, поэтому я могу читать лекции. Вы можете читать лекции. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Виктор Алексеевна Бруковский, адвокат у нас сегодня в гостях был. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. До свидания.